Приветствую, друзья! Начать сразу хочу с объяснения, почему у меня такая черная рубашка. Потому что, как вы могли догадаться, эта неделя была полна разных... даже не знаю, как правильно назвать. Самое главное, что хотелось бы сегодня сказать, это... Друзья, пока готовился этот выпуск, события в Беларуси очень стремительно развивались. И я успел поссориться сначала с сторонниками оппозиции, поддерживающих протесты. Затем события развивались дальше, я начал ссориться уже с непосредственно сторонниками стабильности, сторонниками Лукашенко. Но в конечном итоге я наткнулся на это видео, с которым я просто хотел бы с вами поделиться. На мой взгляд, вряд ли кто-то лучше белоруса может рассказать, что на самом деле происходит там. И кто, как не священник, может сказать такие слова, которые могут действительно, возможно, изменить ситуацию. Приятного просмотра. С 9 августа у нас в Белоруссии происходят разные грустные события. И даже льется кровь. Поэтому мне хотелось бы обратиться с небольшим словом и начать его с обычного призыва. Пожалейте детей. Пожалейте детей. Моя приятельница, которая живет в Минске, вчера утром вышла на улицу и увидела на тротуаре огромную лужу крови, которая осталась после ночного побоища между протестующими и сотрудниками милиции. Это ужасное знамение. Кровь на асфальте. Кровь молодого человека. Только вопрос, чья это кровь? Мы все видели фотографии молодых ребят в шортах и в футболках, которые противостояли хорошо экипированным сотрудникам милиции и ОМОНа. И думаем, что это кровь несчастного парнишки в шортиках. А если это кровь милиционера, который ваш сосед по квартире? А если это кровь курсанта, который вместо отпуска сейчас находится на дежурстве? Ему тоже 20 лет. Он ровесник того парня, который бросил в него бутылкой. Понимаете, когда я выхожу на проповедь, на меня смотрят в церкви сотни глаз. Это медики, учителя, дети, подростки, сотрудники милиции, чиновники. Даже руководители, занимающие высокие очень посты. И все они чьи-то дети. И у всех красная кровь. И у каждого своя правда. Абсолютно у каждого. И вот случается эта история с выборами. И я просто восхищен тем благородным порывом, который есть у молодежи. Я даже завидую этому порыву. За последние несколько десятков лет в Беларуси выросло поколение, категорически неприемлющие лжи. Люди, которые мыслят свободно. Не холопы. Хорошо образованные. Много путешествовавшие. Знающие языки. Получающие информацию из разных источников. И самое главное, они не индифферентны по отношению к политике, к вопросам гражданского общества. Как было индифферентно, например, наше поколение. И мне это очень нравится. Но как священник, я смотрю на эту историю с грустью и даже со слезами. Потому что по обе стороны баррикад стоят люди одного поколения. На дежурстве в Минске мой бывший ученик, которому 20 лет. Он курсант. Его обучают охранять порядок. И это очень важная функция в обществе. Должны быть люди, которые защищают нас от террористов, негодяев, криминала. И не надо их называть ментами или вертухаями. Что за лексика такая? А по другую сторону стоит тоже мой бывший ученик, студент. Который возмущен до глубины души враньем, которое он слышит. Или то, что он принимает за вранью. Здесь очень сложно все различить. Настолько все запуталось, что даже самые хорошо информированные люди не могут отличить ложь от правды. И они сталкиваются, эти два ровесника. А еще там среди протестующих мой бывший ученик, который является руководителем компании футбольных фанатов. И он там не потому, что правду защищает, а потому, что весело, потому, что можно потусить. Ему очень нравится драться. Ему и его друзьям. А еще в этой толпе есть люди, являющиеся профессиональными диссидентами. Да, есть такие. И мне очень грустно от того, что этот благородный порыв, который есть у тысяч молодых людей, и не очень молодых. Этот благородный порыв к правде, к справедливости оседлали политические циники. И вокруг этой истории нагнетается столько информационного шума, что один мой приятель из Англии, замечательный философ и публицист, вдруг забросал меня письмами. Отец, а вы ни в коем случае не выходите на улицу. У вас очень опасно. Почему у нас опасно? Да не опасно у нас. Если вы не захотите вдруг захватить здание, как это было у нас в Гомеле, в самый первый день волнений, когда толпа из десятка человек вдруг ринулась в сторону здания КГБ, видимо, с желанием его захватить. Ну зачем вам здание? Ну что вы с ним будете делать? Вы будете сдавать его под офисы. И конечно вы меня можете раскритиковать как цепного пса режима, но я никакой не защитник правящего нынешнего режима. Ни в коем случае я самый его первый критик. Я просто на стороне здравого смысла. На стороне здравого смысла. Потому что водораздел прошел через семьи. Вот мои приятели. После выборов мама не разговаривает с сыном. Отец с дочерью. Другой мой приятель своему многолетнему другу отказал в доме. Они не общаются. Половина все-таки за президента. Другая против. И у каждого своя правда. Но не нужно поддаваться на провокации. То есть самое главное. Мне кажется нужно здесь различать благородный порыв. Справедливое негодование. От политических манипуляций. От постановочных кадров. И прочих других вещей слезоточивых. Которые просто происходят от распущенности. И страдают люди. Почему я говорю пощадите детей. Это не только малолетние. Или же молодые люди. Это и простые женщины-пенсионерки например. Которые просто не выдерживают напора этой истерики. Как мои друзья в Литве, в Англии, во Франции. Которые мне пишут письма. Просят быть осторожнее. Которые насмотрелись телевидения, интернетных роликов. И просто сами себя наэлектризовали. И других наэлектризовали. Мы должны понимать, что мы живем в очень сложном обществе. Оно действительно сложное. Есть старшие поколения, которые мыслят иначе. Мы должны считаться с их мнением. Они считают, что на такой стиль жизни и правления он нам подходит. Вы не можете узурпировать право всего народа взять его на себя. То есть выдавать себя за весь народ. Но он усложный. Да, может быть они заблуждаются. Но они есть эти люди. И среди тех людей, которые считали голоса, есть мои приятели. Это честнейшие люди. Они мне рассказывали, что да, действительно. Вот на их участке были такие цифры, которые показывают государственные СМИ. Я убежден, что на других участках может быть было иначе. Это все может быть. Просто, друзья мои, ведь революции ничего не приносят, кроме горя, кроме несчастья. Зачем устраивать насилие? Вот у нас в Гомеле вчера была мирная демонстрация. Несколько десятков женщин в белом протестовали против произвола, против жестокости. И совершенно справедливо, потому что эти факты жестокости имеют место быть. Они должны быть расследованы. Их нужно тоже отличать от политических манипуляций, которые вокруг этого происходят. И эти люди стояли возле цирка на центральной улице и выражали свое мнение протеста. Их никто не трогал. Несколько провокаторов действительно подходило к ним. Пытались устроить какие-то шумные кричалки. Но сами женщины их останавливали. Потому что это сознательные люди. Они не хотят насилия. И это прекрасно. И это замечательно. Не нужно никакого насилия. Не нужно никакой революции. Почему не нужны революции? Просто потому, что время так стремительно меняется, жизнь так стремительно меняется, что и стиль государственного управления, и состав правительства, и руководителей, они тоже меняются. Может быть, не так скоро, как нам хочется. К ним на смену придут другие люди. Из этого нового поколения, которое лучше нас, может быть, даже нравственнее нас. И просто нужно этот запал чистый, честный не растратить. Сохранить. Понимая, что мы живем в очень сложном обществе, где у всех разная точка зрения. Мне показывали фотографии, как в Париже к памятнику Жанны Д'Арк присоединили, прикрепили флаг погони. Или же красно-белые ленточки повязывали. Но это не символика Республики Беларусь. Вот в чем проблема. Да, это очень красивые символы, мне они тоже нравятся. Но нужно быть объективно честным. Половина, как минимум, половина населения Республики Беларусь этого не приемлет. И дело не в президенте, а в том, что люди этого не приемлют. И мы должны с этим считаться. Не называть их тупыми, отсталыми, потому что это наши братья и сестры, даже наши родители. Я еще раз повторю, что водораздел проходит внутри семей. Мы же не можем убивать друг друга за взгляды, за точку зрения. Нужно научиться принимать. И, кстати, на нас, на людях образованных, продвинутых, как говорят, больше ответственности. Мы должны научиться разговаривать терпеливо, ждать, уговаривать, как вот апостол Павел говорит в послании, что вот он на время, и не вовремя, и вовремя, но он терпеливо, терпеливо просто говорил и ждал. После поражения революции 1905 года Владимир Ильич Ленин к недоумению своих соратников внезапно затворился, ушел в уединение и посвятил много времени изучению Гегеля. Казалось бы, ну что за нелепость. Надо было писать какие-нибудь воззвания, программы составлять, съезды. А он засел за Гегеля. И это очень правильно было в его положении. Прошло время, изменились ситуации в мире, в стране, и именно Ленин, тот, который засел за Гегеля, смог потом подобрать власть, которая вывалилась из немощных рук временного правительства. Вот что я могу сказать. Надо быть на стороне здравого смысла. Мир так стремительно меняется, что мы видим, как за полгода коронакризиса поменялось все. А что будет через год, через два? Придет время этих молодых людей, которые сейчас получают образование, жизненный опыт, опыт руководителей, когда они естественным образом придут в класть и сами. Общество меняется, мир меняется. И для нашей страны, для Беларуси, самое важное сохранить импульс развития, не революционные, а именно эволюционные. Спокойно, естественным путем, мирно, помни, что и по ту, и в другую сторону дети, их нужно сохранить, их жизни очень драгоценны. Чья бы кровь не была на асфальте, это кровь наших братьев. Не нужно демонизировать своих оппонентов. Нужно помнить, что это наши братья и сестры. И это единственный правильный путь, который сохранит жизнь и спасет нас от ненужной боли. Сохранит лицо нашего народа и достоинства. Поэтому, друзья мои, надо быть на стороне здравого смысла и элементарной скромности. И да, молитесь, молитесь за Беларусь. Молитесь за Беларусь. Только без истерики. Спокойно. Господь все управит. Ну что ж, друзья, если вы досмотрели до этого момента и уловили главный смысл слов, которые вы только что услышали, я вас прошу поделиться этим видео, особенно с вашими друзьями, возможно, родственниками, которые живут в Беларуси. А может быть, вы и сам в Беларусь. Поэтому желаю мира. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»